Тут за моей спиной, кстати, Равенала, дерево путешественников. Это родственник банана и стрелицы в широком смысле. Очень красивая трава с веровидным верхом. У нас в России вы её практически не увидите даже в ботсадах, потому что единственное место, где её в принципе можно по высоте выращивать, она же огромная, это новая оранжерея, фондовая ГБС, которая пока что, к сожалению, закрыта для посетителей. И то там она не всегда бывает, потому что старые растения погибают, новые из семян ещё не успевают вывести и так далее. Вот здесь эту экзотику можно заметить, хотя это в принципе не барнаиское растение, это растение родом из Мадагаскара. Но тем не менее очень колоритное. Ну а деревом путешественника её называют, потому что в ней очень-очень много воды, которую можно просто попить, срезав мачетом. За моей спиной, судя по всему, грамматофиловым специозом. Самая крупная в мире орхидея, в которой вес может достигать тонны даже. И соцветия огромные, а не ростом человека, если не больше. Я, кстати, думал, что увижу в Ботсаду её, но сад орхидей был закрыт в Куала-Лумпуре, поэтому просто встретил её около отеля в Спилоке. Очень круто. Первый раз в жизни вижу такой крупный экземпляр. Я тут, записав предыдущее видео, собирался уже уходить, как обратил внимание на плоды. Ребята, смотрите, какие коробочки здоровенные. Я такое у орхидей вообще никогда не видел. Они с ладони размером, реально. Обалдеть. Дошёл я до Центра изучения тропических лесов дождевых. Дорога оказалась раз в два дольше, чем я планировал. Там не 20 минут, а все 40. Вот. И сам Центр оказался просто огромным. Я уже жалею, что заложил на это только сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Потому что тут реально можно весь день ходить. И даже несколько дней тут, оказывается, очень много трейлов разных. И даже есть свой ботанический сад. Ну, а самое крутое здесь, это, конечно, подвесные дороги. Практически в кронах деревьев. Очень надеюсь их посетить. Ещё, оказывается, тут есть очень гигантское дерево. Тако называется Спелок Джайант. А в саду есть, видимо, тоже гранатофилум-специозум гигантской орхидеи. Пойду её искать. Вот сад тут шикарный. Я, конечно, не нашёл сейчас гранатофилума. То ли он помер, то ли ещё что с ним случилось. Но всё равно я вот очень рад тому, что пришёл сегодня вечером, а мне завтра утром. Потому что я вообще бы ничего не успел посмотреть. Действительно, надо на целый день, а то и на два дня поезжать. У меня всего вечера и утра под это отложено. Я не знал, что здесь настолько много всего. Просто шикарно. Тут коллекции разных растений по секторам. То есть, тут отдельно бегонии, отдельно ультраморфитовые растения, отдельно геофиты, отдельно даже есть полезные растения. Растения тропической Америки и так далее. То есть, куча всего. Тут реально можно зависнуть на несколько дней. Очень классное место. Нашёл я самую большую в мире орхидею, гранатофилум-специозум. Теперь никаких сомнений нет, что около отеля тоже она была. Вот сравнение моя рука и плод, коробочка. Тут есть ещё побольше экземпляра. Вот, например, высшечеловеческого роста. И просто огромные саговники. Шикарные. К сожалению, нет цветущих экземпляров гранатофилума. Но, тем не менее, даже такого увидеть, это уже большое счастье. Это, знаете, то растение, которое надо показывать во всех ботанических садах. Потому что орхидеи, они, в принципе, в мире популярны, в цветоводстве популярны и так далее. А это самая крупная в мире орхидея. Её реально выращивать в оранжереи. Просто она нужна большая оранжерея. Её действительно можно показывать и нужно показывать. К сожалению, в тех ботанических садах, которые я посещал, именно с северной, с оранжереями, не только тут, где я работаю, а и другие, в том числе в европейских странах, там этого нету. Вообще нету. Её не показывают. Если она содержится, то в закрытых коллекциях. Это, по-моему, неправильно. Вообще здесь, кстати, есть даже растения-пустынь. Но им тут, понятное дело, совсем плохо, потому что они ничем не прикрыты. А ливни здесь практически каждый день могут быть. Так что с кактусами тут печаль-беда. Вот зато коллекция ароидных здесь классная. Причём это, по большей части, местные ароидные. Но встречаются и не только они. Ещё есть несколько закрытых павильонов с орхидеями. Но, честно говоря, они меня не впечатлили. Потому что, с одной стороны, да, тут именно барнейские орхидеи, это круто. Но, с другой стороны, они абсолютно не этикетированы. То есть, вот у меня в коллекции практически все орхидеи с этикеточками. По латыни там вид подписан. Здесь ни одной. Причём, видно, что здесь действительно интересные растения есть. Вот там, во втором павильончике, куда я сейчас захожу, есть башмачки. Наверняка, один из них это тот самый профиопедилум Ротшильда, который золотокинобал. Но, опять же, он не подписан. Это не есть хорошо. Тут единственный башмачок ловый подписан. Но, ну и что это нам скажут? Ничего это нам не скажут. Вот, даже нету фотографии цветочка. Вот, так что, в принципе, можно было бы этот момент доработать. Вот. А так, ботсад, конечно, шикарный. Ничего не скажешь. Я вообще не знал, что он здесь есть. Я думал, здесь только подвесные дорожки. В деревьях и всё. Тут, оказывается, действительно есть, что посмотреть. Так что, если у кого есть возможность сюда приехать, особенно из ботаников, очень рекомендую. Причём на несколько дней. Потому, что я вот уже пожалел, что у меня тут так мало времени осталось. Кстати, за моей спиной сейчас агатис. Это самое теплолюбивое раукариевое, которое именно тропическое. Потому, что два его родственника, это раукария и валемия, они родом из субтропиков. Агатис, он именно жару круглый год любит. И, собственно, он тоже отсюда родом с Борнео и окрестных островов. А ещё тут очень клёвые урны в форме цветков непентеса. Пока что одну нашёл, но у меня ещё есть. За моей спиной находится коллекция непентесов. Надо сказать, она очень грамотно сделана. Потому, что как раз эти камушки, они имитируют природные условия. Потому, что непентесы, они на очень бедных почвах живут. И вот здесь, на Борнео, либо это, соответственно, скальные участки или плоскогорья, с которых все питательные вещества ливнями смываются. Либо это веточки деревьев. И часто тоже на тех же самых плоскогорьях. Вот я ни в одном ботаническом саду не видел, чтобы именно каменные горки строили под коллекцией непентесов. А это правильно делать, потому, что они в природе именно в таких условиях обитают. А не в том, во что мы их обычно сажаем. А вот это одно из очень классных мест. Подвесной мостик. По нему очень необычно идти, потому, что он под тобой подпрыгивает. Если никогда по таким не ходил, то это довольно стремновато. Кстати, такие мостики есть даже в Подмосковье, на Москве реке, в районе Звенигорода. Так что, если кому далеко до Борнео, то можете поближе их найти. Они также под вами будут прыгать, и это очень классно. Казалось бы, да, для тропиков обычно пальмы. И вот это вроде как пальмочка, а вот нет. Ничего подобного. Это растение вообще менее родственное пальмам, чем мы собакам. Это родственник ели, только очень примитивный. Растение голосеменной называется саговник. У него листья даже больше похожи на листья папоротника. Особенно по, соответственно, почкосложению. То есть, если у цветковых растений листья будут разворачиваться либо лодочкой, либо трубочкой, то у папоротников они улиткой разворачиваются. И вот у саговниковых они также улиткой будут разворачиваться. А вот там кругленькая, это, собственно, семена саговника, с которого сага добывают. Это не плоды у них, нет околоплодника, они никогда не цветут. И вот здесь они довольно примитивно расположены, прямо на таких видоизмененных листьях. Листьях, то, что ботаники называют мегаспрофилами. Вот, это вообще примитивно даже для класса саговниковые, потому что у продвинутых, таких как, соответственно, замии и так далее, у них уже в шишках, по сути, будут находиться семена в мегастробилах. А здесь они прямо-таки на листиках. То есть, это, по сути, переходный этап между папоротниками и семенными растениями. Тут отслеживается, хотя это семенные растения, конечно, потому что у папоротников, у них тоже споры на листьях образовывались. И здесь изначально споры тоже на листьях, не сильно видоизмененных, а уже потом из них развиваются семена. Но я сейчас не буду в подробности выдаваться, как это происходит. Это может сами в литературе вычитать. Но, тем не менее, вот настолько примитивные растения и, опять же, анотропическое. И вот стоит добавить, что именно из Сосоговниковых и состояли леса, в которых бродили динозавры. Продолжение следует... Продолжение следует...